доброго времени суток друзья мы продолжаем нашу обзорную экскурсию по проекту altery altis life и напомню что в первой части мы посмотрели уже какие-то интересные и уникальные решения этого проекта ну и давайте продолжим остановились мы на том что подъезжали к точке продажи меди и как видим точка продажи меди тут он называется скупчик меди вынесено в другое место до никаких изменений особых здесь нету просто выбрана более антуражная точка скупки меди вот так то она выглядит и на самом деле я вот не особо понимаю почему сразу же на изначальной сборке нельзя было поместить примерно вот в такое же место к тому же это место находится недалеко от стандарта там где мы привыкли обычно это возле дп полиции эта точка находится а здесь она вот чуть-чуть подальше ну и вот таким вот образом автор вышел из положения он не стал добавлять на той точке стандартной продажи меди а просто перенес ее более антуражное место ну на мой взгляд неплохое решение ну и как видим выполнена точка в том же самом стиле красненький аппаратик выдержанный на всем острове ну и покидаем эту точку и двигаемся дальше а дальше у нас на пути стоит магазин автотранспорта грузового автотранспорта который мы еще не смотрели один одна из проблем этого проекта это то что нельзя смотреть представленный товар не имея лицензии я считаю это не самое лучшее решение потому как в реальности вы же можете зайти в автосалон и посмотреть машины даже не имея ни денег не документов почему бы это не сделать в игре но здесь к сожалению без лицензии вы не увидите товара поэтому мне пришлось сначала купить лицензию а потом подъехать вот в этот магазинчик и вот здесь к сожалению стоит касса они такой красный аппаратик который стоит на подавляющем большинстве точек продаж ну и переходим к самому обзору автотранспорта и как видим его достаточное количество и вот меня заинтересовал вот этот зил во первых он кажется каким-то уродливым что-то в нем не так вроде бы как 131 но какой-то странный и если у этого зила небольшой бак как я вижу видите со стеклами у него какая проблема просвет стекол сделан как-то но неправильно я всегда первым делом обращаю на модели отечественного автотранспорта внимание и стараюсь покупать именно их ну потому что с этими машинами я встречался в жизни я их вижу каждый день поэтому мне они больше интересно чем какие-то добавленные там актерсы или реношки ну вот с этим зилом какая-то есть проблема но я все равно хочу его приобрести и посмотрите еще какой выход и авторы бы придумал он просто перекрасил машины просто заменены текстуры это стандартные машины но с другими с текстурами они играют другими красками посмотрите как это выглядит интересно ведь на большинстве проектов мы видим те же самые машины но в зеленых тонах стандартных зеленых тонах а здесь вот такое вот интересное решение да это все та же самая машина но она как-то уже смотрится по-другому она выглядит по-другому. Там, видите, есть какие-то логотипчики на ней. Может быть, это было сделано для какой-то организации, и теперь автор ввел их сюда просто так, для продажи. Ну, а вот, как видите, стандарт. Зеленый стандарт, который мы видим из проекта в проект, из проекта в проект. Вот это уже надоело. А вот эти передыдущие машинки, да, они играют какими-то красками. Они яркие, интересные. Хотя это, по сути, то же самое. Ну, и вот пошли уже добавленные модельки. Тоже интересные. Большие. Рыношки. Еще из добавленных моделей есть вот такой вот Мерседесик. Здесь на карте мне покататься на них не удалось, но я зашел в Арсенал, покатался. Машинки интересные. Управляются прикольно. Мерседес вообще и внутри проработан красиво. Ну, в целом вот такой вот здесь автотранспорт представлен. Есть интересные решения, есть интересные модельки. Есть на что посмотреть. Ну, а мы возвращаемся к Зилу. Мне захотелось купить от этого Зила, несмотря на вот этот его какой-то... Ну, я не понимаю, в чем проблема. Вот что-то с колесами как-то не так. то ли пропорции не соблюдены. Не знаю. Ну, как-то... Какой-то он странный. Вот. Выглядит странно. Но, как видите, у него есть покраски. Покраски у него есть, наверное, из-за того, что мне после первого моего посещения дали випку. И поэтому, как видите, у нас теперь появились покраски. Я так думаю, что когда пропадет випка, пропадут и покраски. Ну, а как вы видите, выбрал я оранжевый свет. Ну, и вот видно, что какие-то были здесь раньше, видимо, текстурки или хотели наложить эти текстурки, но легли они как-то через задницу. Ну, и ладно. В общем-то, есть покраски и есть. Не будем придираться. Хотя, да. Да. И на крыше какая-то размазня. И вот тут какие-то следы размазни. Ну, и ладно. Бог с ним. Как сделали, так и сделали. Хорошо, хоть есть вариации. Ну, садимся и смотрим, что эта машинка себя представляет внутри. Ну, а внутри, как видим, ну, так себе вот. Так себе, короче, вот. Не знаю даже, что ей говорить. Приборка просто нарисована. Это какая-то фотография приборки. Поэтому, блин, даже тут и говорить нечего. В общем, внутри машинка так себе, я бы сказал. Ну, а чего придираться. Это же начальная машина. То есть, она по стоимости вообще муку какую-то стоит. И вот, несмотря на все вот эти косяки этого транспорта и вот это стекло, которое тоже как-то сделано странно. Ну, ладно. Управляется машинка прикольно. Действительно прикольно. У нее есть какая-то, видите, раскачечка такая. И надо еще отметить, что все грузовики на этом проекте, ну, по крайней мере, те, которые я застал, а я на стриме покатался на КАМАЗе, вот сейчас ездим на вот этом ЗИЛе, они все нифига не скоростные. Что КАМАЗ, что ЗИЛ, здесь максималка у них, ну, я увидел 90 км в час. То есть, грузовики здесь совсем не быстрые. Ну, а как к этому относиться, наверное, каждый решит сам. С точки зрения реализма, да, но это же ЗИЛ и даже 90, да, ЗИЛе разогнать это очень сложно. Ну, с точки зрения геймплея, да, время это убьет. То есть, проехать через всю карту вот на, со скоростью, вернее, 90 км в час, да, это дальнобой, я вам скажу, это дальнобой. Ну, а мы, как видите, тем временем подъезжаем, чтобы посмотреть, сколько стоит здесь авиационная техника. Здесь два магазина. Они раскиданы по аэропорту в разные концы. Самолеты вот тот слева, где я сейчас смотрю, а вертолеты справа. Ну, а начнем мы осматривать, естественно, с магазина самолетов. Он поближе находится. Как он выполнен, вы видите. Это все та же красная табличка. Самолетов, как видите, немного. Немного. И мне, вот если честно, самолеты вообще в армии не интересуют. Я летал на них несколько раз. Мне это очень дело не понравилось. Ну, в общем-то, это мое видение летной техники. Я очень люблю вертолеты в армии. Ну, а сами самолеты вы видите. Это всего три самолета, в общем-то, отличающиеся только покраской. Перемещаемся в сторону продажи вертолетов. Как видите, разброс между магазинами достаточно большой. Не знаю, зачем так сделано, но вот так оно сделано. Ну, вот тут сам магазин вертолетов. Смотрим. Вертолетов тоже немного, но что мне понравилось, что они доступные. То есть, сейчас я попробую приобрести какой-то из вертолетов. Ну, а сами вертолеты вы сейчас видите. Есть тоже покраска, но покраски немного, и в основном покраска существует в большом количестве для первых двух вертолетов. Все остальное же с покрасками не очень много. Ну, и, как видим, присутствуют стандартные вертолетики, которые я, кстати, почему-то никогда не покупаю. Не знаю. Мне почему-то стандарт не нравится. Мне всегда хочется купить что-то такое интересное, что-то нововведенное. Ну, а в основном на обзорах я беру вот эти вот виды вертолетов, которые, в общем-то, мы сейчас и купим. Ну, а мой любимый Махавк. Давайте попробуем приобрести вертолетик. Вот только, чтобы приобрести вертолетик, нужно будет съездить что-нибудь пофармить. Ну, и заодно посмотреть, как здесь выполнены точки сбора ресурсов и продажи, переработки. Не только те, которые я показал с деревом там, а еще. Есть ли какие-то добавления или нету. Ну, а для этого я приехал на точку сбора камня. Как видите, это такое достаточно стоковое место. Я подбежал специально. Здесь есть такой вход, как бы в шахту, что ли. Ну, кто играет, узнает. Он у меня за спиной находится. Но, к сожалению, ничего не работает. Все достаточно стоково, достаточно скучненько выполнено. Поэтому, в общем, и показывать здесь нечего. Единственное, что вот такие вот камешки здесь выпадают. Они похожи на такие же камни, как и на сборе меди. В общем-то, немножко, по-моему, текстурка цветностью, вернее, даже заменена. А так текстурки-то те же. Ну, в общем, вот такая вот точка добычи камня здесь. Ну, а после того, как я добыл какое-то количество камня на пути на переработку в город Атиру, мне повстречалась вот такая вот конструкция. Это какой-то заброшенный блокпост. Он находится на перекрестке, как видите, недалеко от аэропорта. И больше, на самом деле, это похоже на какую-то границу Северной Кореи. Огромные вышки, напоминающие, кстати, какие-то восточные вышки. Ну, не знаю, пользуется ли этим кто-нибудь, но выглядит это вот таким вот образом. Я, как уже и говорил, я не люблю подобные штуковины и считаю, что это анахронизм. Но оно здесь вот есть. Слава богу, возле Ковалов ничего подобного нету. Ну, по крайней мере, пока нету. Зачем это здесь стоит? Тоже не знаю. Ну, а я съездил, переработал и продал. Показывать там, в общем-то, было нечего, потому что все так достаточно сухенько и стоково. Поэтому я нафармил какую-то денежку и приехал, чтобы купить вертолетик на ту же самую точку продажи вертолетов, в общем-то. Ну, и давайте приобретать вертолет и уже смотреть с высоты птичьего полета. А нафармить мне удалось больше 10 тысяч, поэтому я выбирал между двумя вертолетами за 8 тысяч и за 10. Ну, я выбрал вот этот и вот такую вот раскрасочку. Ну, в общем-то, и все. Теперь можно рассматривать этот проект с высоты птичьего полета. Я обожаю летать на вертолетах и давайте вместе со мной полетаем, посмотрим. А здесь есть на что посмотреть. Вот, например, у них стоит база. База пока одна. И, насколько я понимаю, это не военизированная база. Как видите, она не выглядит какой-то устрашающей, хотя вышки, конечно же, здесь присутствуют. Ну, и там еще присутствуют и люди, как вы видите, поэтому садиться и рассматривать ее достаточно близко мы не будем. А вывод о том, что это не военизированная база, я сделал, исходя из того, что, во-первых, да, визуально она не выглядит какой-то устрашающей, а второе, здесь был ивент, ну, связанный с этой базой, и здесь раздавали мирным жителем машины. Автотранспорт. Поэтому я не думаю, что военизированная организация стала бы этим заниматься. Ну, а мы летим дальше. А дальше у нас на пути лежит остров Крым. Ну, кто играет, тот знает, о чем я говорю. Просто не знаю, как еще обозначить это место. Ну, и здесь находится лагерь бандитов. Надо сказать, что здесь есть три таких точки. Одна точка называется база бандитов и два лагеря. Вот я выбрал именно лагерь бандитов. Чтобы купить метку, надо ехать на базу бандитов. Ну, а вот таким вот образом оформлен лагерь бандитов в Крыму. В общем-то, если говорить честно, то я видал и поинтереснее. Ну, он здесь присутствует, есть какая-то антуражность, пытались что-то дополнить как-то. Ну, вот такой вот лагерь бандитов. Летим мы с вами дальше. А дальше у нас с вами по планам тюрьма. И как видите, вот опять подлетая к тюрьме, какие-то микрофризы, микролаги, не знаю, как это назвать, ну, вот так вот выглядит тюрьма с высоты птичьего полета. Здоровенные, как я и говорил, стены, метров 10 толщиной. Ну, тюрьма выглядит здорово. Ну, она здорово фпс жует, ребята. Что-то с ней не так. Но само здание меня очень сильно привлекло. Я не видел действительно ничего подобного. Это какой-то самострой, новострой. Интересно выглядит внутри. Видите, очень похоже такой, я не знаю, как советский гулаг какой-то. Ну, выглядит действительно впечатляюще, здорово. Ну, не могу понять, в чем проблема. Действительно, поджирает фпс. Пролагивает, когда к ней приближаешься. Ну, и, естественно, летать на дне нельзя. Меня предупреждают, что у меня есть 10 секунд, иначе меня собьют. Ходить и ездить можно, летать нельзя. Ну, тоже такое так себе решение. То есть, если, конечно, оттуда спасать кого-то с помощью вертолета, то, да, наверное, может быть, и не зря запретили. Ну, а в целом, вы видите, как это красиво и здорово выглядит. Вот эти стены, конечно, здоровенной толщины, впечатляет. Вот такая вот здесь тюрьма, но есть проблемы. Вот я летал по всему острову, и нигде у меня не было никаких ни пролагов, ни микрофриз. Только вот когда подъезжаешь или подлетаешь к этой тюрьме, вот встречаются вот эти проблемки. Ну, я так думаю, что они все-таки связаны как-то с ней, с этой конструкцией. Ну, и ладно. Давайте лететь дальше и смотреть, что здесь есть еще на этом проекте. А следующая меня привлекла точка добычи нефти. Ну, или как здесь называется точка залежи нефти. Выполнена прикольно, не нагружает сервер, и несмотря на то, что это не нагружает сервер, это еще и достаточно антуражно выглядит. Как вы можете сейчас заметить, это поляна, но, может быть, это встречается достаточно часто. Ну, и тут стоят вышка и несколько насосов. Я ездил сюда на стриме, и это очень прикольно выглядит из земли. То есть, когда ты здесь работаешь и фармишь какую-то, ну, не какую-то, а именно нефть, есть какой-то антураж, да, хоть есть на что посмотреть, пока ты ковыряешься и фармишь. Ну, в общем, выглядит это вот так, мне очень это дело понравилось. К великому сожалению, не все точки сбора ресурсов, переработки или продажи вот так красиво оформлены. Но проект новый, и у него все еще впереди. Проекту всего две недели. Я это говорил еще в первой части. Поэтому, я думаю, автор знает свое дело и сделает какое-то интересное решение и на остальных точках. Вот как, например, на этой. Это точка переработки урана. И заметьте, в стоке здесь стоит старый разварившийся сарай. И автор заменил этот сарай на эти же, на другие, вернее, объекты, но принадлежащие этой же карте. То есть, без потери FPS. Ну, я думаю, что вот такое решение надо сделать и на всех остальных точках. Добавить каких-то объектов, чтобы это как-то отличало нас от стокового состояния карты. Ну, в принципе, как я и говорил еще в первой части, мне кажется, что автор вот этого проекта знает свое дело очень хорошо. Ну, а далее мне бы хотелось показать, как здесь выполнено полицейское управление. Я уже говорил, да, что под ковалой нет никакого блокпоста. Это выполнено вот таким вот образом. Стоит обычное гражданское управление полиции. Очень симпатичное здание. Я бы даже сказал, наверное, уникальное. Ну, по крайней мере, я, путешествуя по островам, ничего подобного не видел. Я вижу такое полицейское управление первый раз. Оно и внутри выглядит так же интересно. Как вы можете заметить, все выполнено в таких спокойных тонах. Нет никаких ярких красок. Все спокойно, умиротворенно. Стоит такой же, выполненный в том же стиле. Весь проект усеян вот этими вот аппаратиками красными. Тоже автор, видите, придерживается одного и того же стиля. То есть, если ставится вот такой аппарат, то он ставится по всей карте. Такой вот аппаратик. Ну, а здание вы видите. Здание прикольное, мне оно понравилось. Действительно, вот интересно сделано. И я, главное, такого не видел никогда. Ну, и давайте пройдемся, посмотрим, что с ценами на недвижимость на этом проекте. Вот интересный пятачок. Здесь представлено огромное количество домов. Здесь мы и походим, посмотрим. Ну, и первый домик стоит у нас взаимодействие, как видите, через телефон. И стоит он, вот, пожалуйста, все перед вами. 38 тысяч и три контейнера. 38 тысяч небольшая сумма для местной экономики, но и купить его в первые дни тоже, наверное, не получится. Заходим в соседний дом, смотрим то же самое. 33, три контейнера. Ну, видимо, эти дома просто одинаковые, ну, по своему размеру. Будем ориентироваться по тому, сколько стоит самый большой дом на этом проекте. Ну, не на этом проекте, а на этой карте. Это вот такой двухэтажный дом. И давайте посмотрим, сколько стоит он. Опять, через телефон взаимодействуем. Ну, и, пожалуйста, он стоит ненамного дороже. 47 500 и 4 контейнера. Вот такая вот экономика. Чтобы сказать, сколько потребуется времени, то, наверное, за два дня, если вы будете играть там часа по два в день, то вы сможете купить себе дом. Не такой большой, но какой-то домик вам будет по карману. Еще хотелось бы показать, что на этом проекте есть куча добавленных сюда анимаций приветствия. Можно бить вот так себя друг друга, вернее, руками. Можно просто здороваться за руку. А можно даже обниматься при встрече с другом. Ну, очень интересно и смешно это все выглядит. Еще есть анимация, когда вы показываете документы. Если вас остановил полицейский, попросил вам показать документы, идет анимация. Он достает из кармана и показывает рукой свои документы. Очень прикольно сделано. Мне это очень дело понравилось. Ну и в целом, если подводить уже какой-то итог того, что мы увидели, сколько мы проездили, поделали, посмотрели, то не только анимация, которую сюда добавили, приветствие или показы документов, а и то, что есть автозаполнение тех же табличек на переработке, возможность выбора, какой вы хотите себе выбрать маршрут фарма, длинный или короткий, работы без лицензии, то есть опять вариативность. Вы можете рисковать и попробовать какое-то занятие без лицензии, а можете быть честным человеком, можете купить лицензию и работать так. Сбалансированность экономики мне очень тоже понравилась. В будущем здесь планируется очень много интересных фишек. Так, например, сюда пытаются, не пытаются, вернее, в ближайшее время, в какие-то из ближайших обновлений, сюда завезут мебель в дома. Это тоже очень интересно. Я играл на проекте, где была мебель, у меня есть такой обзор. К сожалению, он сейчас испорченный, благодаря Ютубу. Но у меня есть такой обзорчик, где я покупал мебель на одном из проектов и устанавливал ее. Это очень натуражно, это очень красиво. Да, есть и минусы у этого проекта. Он сейчас еще на данном этапе немножко суховат. Да, не все точки красивые. Есть точки, на которые вы приезжаете и, в общем-то, вы это сто раз уже видели, вам это не интересно. Но есть точки, которые уже автор добрался, рука автора, вернее, до него, и он их переработал. И проект развивается. И насколько я понимаю, и насколько я знаю, что автор не хочет останавливаться. Просто первым делом автор делает то, чтобы игроку было интересно, игроку было не так сложно, чтобы заинтересовать игрока. Ну, а антуражность, атмосферность, он и все это добавит. Ну, вот такой вот проект. Мне он понравился. Проект спокойный. И даже несмотря на то, что, как вы сейчас видите, он открылся совсем недавно, я снимал это видео в пол третьего ночи. Вот сейчас вы видите. Посмотрите на онлайн. И это в 30 часа ночи. Да еще и с учетом, что это не GTA 5, с ее там по 500, по 600 человек, а арма. И этот проект только открылся. Он не раскрученный. Но люди предпочитают играть здесь. Поэтому это тоже о многом говорит. И в этом обзоре я попытался показать и причину, почему люди выбирают вот подобные проекты, как Virtual Miami. Вот такие ламповые, мягкие, теплые проекты. Ну, а у меня на этом все. Больше, друзья мои, мне показывать нечего. Я показал все, что смог глазами новичка. Так что, если кому-то понравился этот проект, заходите, играйте, получайте удовольствие. Пишите комментарии. И играйте свою роль. А я полетел дальше. Искать другие проекты, другие острова, другую, скорее всего, легкую жизнь. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...